Всем привет! Я сегодня хочу начать свое видео вот с такого позитива, небольшого, такого крупного плана моих цветущих орхидеек. Распускаются каждый день, каждый день, каждый день. Радуют неимоверно. Но тема видео сегодня, конечно, будет у меня. Я вам сейчас покажу орхидееку, которую я купила в свое время, уже не помню, по-моему, год назад или даже больше года назад. По оценке, по полной оценке, ну у нас оценки сильно такими большими не бывают. 200 рублей я дала за растение. По состоянию листиков, сейчас я вам прям крупным планом начну показывать эту орхидееку. Вы поймете, что действительно картина была не очень положительной. И орхидея, конечно же, испытывала большой дефицит влаги, гнилые корни. Знаете как, корни стали пропадать, они пропали и ее перестали поливать. Лишь только потому, чтобы растение совсем, чтобы гниль вот эта корневая, она не перешла на само растение. В оранжереи я ее покупала, теплички. Смотрите, что значит сейчас происходит. Какую посадку я ей предложила. Это система горшок в горшок. Давайте покажу. Значит, после покупки пересадила я ее вот в такой горшочек D12, в котором мы обычно покупаем растение. Почему? Потому что я понимала, что это будет временная посадка. Так, первостепенным фактором при составлении грунта у меня была, конечно же, оценка корневой системы. После того, как я достала растение из горшка, когда купила. Значит, вы уже видите, да, что здесь орхидейка была пересажена. Здесь видно, что у нее, знаете, все такой какой-то полный хаос. Что происходит? Почему такое сейчас происходит с ней? Смотрите, значит, первым и самым важным фактором при выборе грунта для этого растения было то, что корневая система была перелита. Шея, как вы можете видеть, она была гнилая. Я делала обработку. Видите, вот белый порошок. Это у меня антибиотик, который я растолкла и замазала шею после удаления энного количества листиков. Я уже сейчас не помню, к сожалению, сколько я удалила. Но удалила достаточно большое количество листиков, потому что я видела, что на шее есть гниль. Я замазала, это сработало в правильном русле. Это помогло растению более-менее прийти в себя. Но в корневой системе была беда, полная беда. Растение было ушатанное. Даже до сих пор вот эти листочки, с которыми я ее купила, вот они в таком состоянии. Несмотря на то, что сейчас в горшке очень большое количество корней. Она вот и воздушные стала пускать, и новые, смотрите, какие жирные идут. Вот с таким количеством листиков я купила, вот они видны. Вот эти листики она отрастила за год у меня. Три листа, четвертый вот начал расти. Ну, видно здесь, да? Так, вот смотрите. Вы скажете, липкие пятна на листиках орхидейки. Это, ребят, у меня орхидейка стоит под китайской розой. Там каждый день отцветают цветочки, и когда они падают, вот нектар с цветочков, он у меня на листики на эти попадает. Нужно смывать его обязательно, чтобы не сел сажистый грибочек. Вот, я периодически это подхожу и делаю. Так, давайте я вам покажу, что сейчас в горшочке происходит, и почему такой грунт я ей сделала. Присадила растение без дренажного слоя. Потому что мне нужно было обеспечить растению в нижних слоях подачу влаги. Почему? Потому что корней практически не было у нее. И все то, что вы сейчас видите, кстати, я вчера ее полила, поэтому сейчас не очень будет. Я с подсветкой работаю, может быть, что-то вы увидите. Вот эти все корни, это все орхидейка вырастила у меня уже. Вот он виден, корешочек, который, вот он, видите. Какие-то были подсушены, я их оставила лишь только для того, чтобы они хотя бы как-то там капиллярно что-то орхидейки давали. Крупная кора в объеме и на поверхности. Видите, почему я такое сделала? Потому что корневая, мне нужно было не спровоцировать дальнейшее гниение корней у орхидеи. Вот в этой посадке достаточно много там, вот видите, воздушных карманчиков таких. Они вроде не крупные, но они есть. Вот видите, вот они, воздушные карманы. Используя крупную кору в посадке у этой орхидеи, кстати, вот она была подписана, даже не мной. Я не знаю, как она будет цвести, она еще ни разу у меня не цвела. Вот после покупки и пересадки на реанимацию растение ни разу не цвело. Оно все вот восстанавливает, восстанавливает, восстанавливает все свои силы, наращивает корешочки, наращивает листики, листовую розетку. И я, естественно, никаким образом ее не стимулирую сейчас, не стимулирую на цветение. Я только подкармливаю усредненным содержанием НПК в составе поливочной воды, удобрений. И вот только помогаю таким образом растению восстановиться. Стимуляцию цветения, вот конкретную такую, да, с повышенным содержанием фосфора и калия удобрений я не делаю. Ну вот смотрите, немножко в грунт я добавила циофлорки. И то она вот буквально на поверхности где-то. В составе только практически вот крупная кора. Вот что упало, с поверхности я устилала циофлорой, чтобы грунт не терял влагу. Но все равно, вот что упало, то упало. Кстати, могу вам сказать, хаосно так выглядит, конечно, не очень красиво, но я ее сейчас лишний раз стараюсь не теребить, не трогать. У нее все хорошо. Что у меня происходило? Она у меня продолжала терять тургор. Так как корневая система там была ушатана очень сильно. Но при этом я, анализируя процессы, которые происходят в листиках, и учитывая то количество корешков, с которыми я ее присадила, я держала уровень воды вначале вот небольшой совсем. Но потом я видела, что орхидеи недостаточно этой воды. Потому что тургор все-таки терялся, корневая как-то никак не проявляла себя оставшаяся. Она не гнила и не трогалась в рост. Я стала ей немножко по уровню добавлять воду. Вот так вы видите, как водичка у нее первоначально при начале реанимации находилась. Лишь только потом, когда я увидела, что корни стали прорастать в горшок и опускаться вниз, я уже стала при поливе уровень вот такой вот ей обеспечивать. Где-то сантиметр 0,7 от сантиметра. Затем, значит, она сутки у меня обычно стоит с водичкой, потом я ее выливаю. Вот видите, горшочек пустой. Вчера был полив, сегодня утром я вылила воду. Вот, иногда оставляю ей там водичку в горшочке, но горшок при этом через сутки после полива у меня в воде не стоит. Так, ну и вот сейчас как чувствует себя она. Вот смотрите, ну видно, что действительно растение, вот она восстановилась достаточно хорошо. Но пока пересаживать я ее не тороплюсь. Я еще ей где-нибудь месяц, два, может быть три дам для того, чтобы она, ну и дальше продолжала свое развитие. Пока никакого нехорошего момента я не замечаю. Растение, в принципе, отреагировало очень хорошо на мою посадку, пересадку. И все у нее хорошо. Вот так она у меня сейчас стоит в красном горшочке, вот в этом розовом. На поверхности крупная кора. Смотрите, вот этот мох устилался достаточно хорошо. Сейчас она пустила корни внутрь и стала себя выталкивать из горшка корнями. Вот, и она, естественно, тут вот все таким образом хаотично как-то смотрится. Но я не спешу ее тут трамбовать сверху, мелкую кору наверх насыпать, пока не спешу. Вот, вот этот, кстати, помните, я вам рассказывала, те мхи, которые я использую для выращивания орхидейт. Это спагмос, азиатский мох, и сфагнум, наш лесной мох, который обладает антитептическими свойствами. Еще я говорила, что важно понимать и отличать мох сфагнум от кукушкиного льна. Он очень сильно похож на него, кукушкин лен, на мох сфагнум. И вот я в лесу набрала, поехала себе кукушкиного льна. Это было давно, это было полтора года назад. И просто вот на поверхности вот этот кукушкин лен устилаю, так как он у меня есть, в качестве экономии. Живой мох сфагнум у меня идет в объем. Иногда я его стилю по поверхности, если у меня есть такие вот старые плети от сфагнума. А кукушкин я иногда орхидейком устилаю на поверхность. Мне сейчас вот вконтакте девчонки фотографии присылают. Ирин, неужели я не тот мох набрала? Мне приходится иногда людей разочаровывать своим отрицательным ответом. Да, не тот мох. Вот, но успокаиваю именно тем фактом, что есть вероятность его использования именно на поверхности грунта, дабы обеспечить потерю влаги грунтом. Вот так я устилаю. И у меня используется кукушкин лен, опять-таки, для выращивания орхидей. Почему и нет на поверхности. Ну, вот такая реанимация и вот такой уход. Я вам касательно немножко рассказала о составе грунта. Почему я его таким сделала крупной корой именно. Засыпала корни растения. И вот уход у меня такой происходит. Поливаю нечасто. Так же, как и все свои вот эти орхидеечки, которые у меня сейчас поливаются в двойных горшочках. Либо содержание в системе горшок-горшок. Ну, вот такое видео о вот таком вот растении. Сегодня я решила поменять немножечко вам ракурс съемки. И расположила вот этот мой съемочный столик рядышком с моей основной массой и содержанием орхидеек моей коллекции. Ну, а на сегодня я буду заканчивать свой видеообзор реанимационного растения. И хочу вам пожелать здоровья, благополучия и всего самого-самого наилучшего. И увидимся с вами вновь на канале Уютной Орхидеи не только. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok